с с причем так пусть врубают все ты врубай давай начинаем врубил? да хорошо мы начинаем так ты начни представлять игроков я окно открою пошире а иначе я сейчас тохну так здравствуйте это будет матч хороший против вг и афк на карте каверенс вот уже делает лингвист первый фраг и отправляется мы будем смотреть за лингвист он лингвист делает серию фрагов и сразу же выходит вперед и получает хэдшот от первых афк так всем привет кто нас смотрит или не смотрит так на каком моменте ты становился в представлении наших участников так тут пока что лингвист показывает что мышка у него хорошая и он явно к нему не привык пока что ну и вообще начало неплохое все с этим но вот что тебе сказать ну ну так ну хорошо так ну ну тут уже началась какая то игра хорошая прям уже сразу получились какие то фраги резкие все начали что то пробегать и хорошо играть у лингвиста видно как трясется мышкой просто так хорошо ну что ж ладно все я в принципе готов нормально стримить у нас пока что прошло около двух минут матча только начался счет абсолютно равный ну и играет мой родной клон в составе лингвистов альмамии против афк так этот первый это не случайно не тот же смоук и бла-бла-бла и этот который как ты думаешь а если у меня нету сейчас стопроцентной инфы но что-то мне сразу кажется что это как раз тот самый смоук который последние месяцы или сколько участвует за афк мы его могли видеть в прошлом нашем стриме когда афк играли против варьера и эксесса так ну мы видим опять от афк кавернс это было их домашние мапы и в прошлый раз начало фореста ну в принципе для меня достаточно ожидаемо что такое крылая форест никогда не менее что уж сильно отжигал кардинально в игре так и как ты думаешь аэс продержится ли такая ничья ровная игра на самом деле честно говоря сказать тебе хиппи я не уверен что такая игра продержится но ждем что-то необычного от команды афк и посмотрим что они смогут сделать на карте кавернс ну если говорить насчет необычного интересно интересно так ли если я думал все таки решится пойти на rpg но не знаю может с того что мы видим стрим такой аккуратничает в принципе не ругается и вообще просто паинька хороший игрок представитель клана даже интересно так но все равно пока что афк команда в минус не уходит и за счет этого небольшое преимущество получает ты за кого ведешь трансляцию я сейчас смотрю за лингвистом за нашим за лингвистом да но с лингвистом интересно сейчас достаточно неплохой вообще форме ну так движение что-то там пытается думать ну другой вопрос что там рейджет и так далее это бывает ну это ну ладно сообщение угу это понятно все очень мягенько и аккуратненько так ну шо шо фк у нас сейчас на центре а на заднем лбсвг так ну тимкил определенно да какие-то тимкиллы непонятные в этом плане так ну по качеству соединения конечно мы видим форест и не знаю почему пинка около 75 мне казалось что он вроде не особо уж так далеко живет от сервера расположенного в москве ну остальных игроков я не вижу ни малейших проблем в этом плане так сколько ли мест 1 патрон остался да так достаточно простая игра она под столком 10-10 интересно это тимкиллы только сбросили чуть потеряли преимущества команда так в принципе если кто не смотрит можете задавать вопросы потому что так вот покомментировали интереснее будет если будут какие-то специализированные вопросы обсуждать уже более целенаправленно что у нас происходит в игре такого плана мы посмотрим за мисвитом он не так как игрок клана и как бы чуть чуть не сыграл с нашим кланом еще и что говоришь не сыграл с нашими игроками с нашими кланом и немножко может даже по тимкилить судя по всему ну пока что мы видим прям большое количество тимкилл со стороны афк ну впрочем реально как бы не обязательно тут адский тимплей именно чтоб тимкилить и не тимкилить надо просто аккуратнее быть и все-таки стараться четко смотреть что за моделькой то если привыкнуть то не проблема избегать буквально если примеры хорошей игры более серьезные но тут мы для стрима пожалуй ничего такого не нашли напомню но тебе мне пока интересно в том что игра действительно очень близкая уже прошло сколько уже прошло больше 6 минут и счет у нас различается все это время всего на пару фрагов максимум а то и одинаковый так заходят еще глава клана фк рим тоже беларус как я так посмотреть на своих домочадцев так ну что у нас в принципе мисфит пока что сильно не может войти в хорошую игру ну как мисфит достаточно более-менее аима может что-то отыграет но все-таки ему надо больше тренироваться чтобы именно 2 на 2 нормальным у него плохая мышка и он из-за этого может немножко косить как он сказал но он говорит я сегодня вечером типа куплю мышку и буду хорошо играть и это что-то не видно то что он купил мышку новую ну мышки это же все удобство самое можно я бы сейчас обменял бы хорошее соединение чтоб не лагало на самую дерьмовую мышку было бы приятнее удобнее играть хоть с колесиком хоть с колесиком как говорится неплохо форест достаточно интересно хороший дробан выскочил и арбалетик тоже зарядка перехватить только несколько минут назад премьер наших так мисс фиршот остановился хорошо что рядом не было противников пока он был away from кейбур в течении нескольких секунд все равно проблемы у него со стрейфом распрыгом есть определенные и опять форест тимкилит честно говоря форест показывает очень плохую статистику по отыгрыванию потому что такое количество тимкилов кардинально на фоне всех остальных игроков он в этом плане очень свою команду подводит и не дает набрать преимущество которое в принципе не могли бы получить более серьезным сейчас так в принципе посмотрим что у нас сейчас игроки разбрались просто по карте видим такую очень ух откуда он взял решетку непонятную первых неожиданная была достаточно мисс пробует разные рикошеты ну что ж пробовал делал хорошее вот парочка меня очень так понравилось интересно чуть не сделал тимкил мисс и разница у нас шесть фрагов пока что посмотрим что у нас первых которые достаточно активно используют спам в в этой игре сейчас можно отыгрывать ее от разного оружия абсолютно и рпг страшно рашить сконцентрироваться на использовании спама и дробовиков магнума в этом плане она пожалуй это ее главный интерес учитывая что в остальном она обычная просто на аим большие широкие коридоры открытые где можно двигаться с очень большой скоростью так ну хотелось бы хотелось бы сейчас пожалуй главное не хватает чтобы мисфит собрался вот аккуратнее потому что реально теряет распрыг но из-за этого получает больше смертей чем хотелось бы да много ошибок все таки делает мисфит разница 10 фраков у нас сейчас прошло чуть больше половины игры пользую ох так ну лавна надежда что если лингвист хорошо разыграются но против двоих все таки проблематично тут афк Да, несмотря на то, что часто попадают по себе, но пытаются что-то прикрывать в этом плане. Недалеко друг от друга, по крайней мере, ходят. Ну и, во-первых, продолжается стандартный отыгрыш от спама. Вот ты айс, как обычно. Ты гроешь кавернс, ведь, в принципе, кавернс неплохо. Среди мап играешь, вполне уверенно себя чувствуешь. Ну, на самом деле, я играю очень просто и, можно сказать, как бот. Я подбираю много спамы и иду. Просто ищу противников и овню его. Ну, как ты вообще так просто описал, хотя по теме игрок шеста бы играл. Как-то у меня складывалось все-таки другие впечатления в игре. Ну, это так, это вкратце, можно сказать. Ну, а так, вот, все время беру спам и просто овню всех. Как-то получается, я не знаю. Ну, это вспоминается. На кавернсе же есть баг респ, который находится в мостике, под мостиком возле RPG. Часто бывает, что во время игры там появляется респ дополнительного оружия, и чаще всего это какого-то спама. Я был как-то свидетелем, когда в том месте появился спам двух дополнительных шариков. Это был самый эксклюзивный баг этого респа, и, честно говоря, было любопытно. Я играл тогда дуэль и набрал три шарика, и потом с того места пустил без остановки пять шариков по карте. В качестве морального давления, я думаю, это серьезно противника тогда пошутнуло. Потому что, на самом деле, мерять там не так уж просто от них есть, особенно в один на один, но все равно пять шариков подряд. И я бы, если бы меня так пускали, застримался бы конкретно. Я тоже, кстати, видел это чудо-какие-то чудо-баги карт, но я тоже не часто это все делал и забирал. Это тоже для меня был какой-то... Я даже не знал, откуда они там лежат, что за дела. Но вот ты мне сейчас открыл глаза. Да что, столько играл, когда ты не знал про эту богучую вещь. Так, шесть фрагов преимущественно, но он держится уже последние минут шесть-семь вполне, без вопросов. В принципе, в принципе, пожалуй, если так дело пойдет дальше. Так, ну, в принципе, в VGA шансы удержать мапу каверанс. Ну, а скорее всего, если будут второй отыгрывать био, то там лингвист сможет достаточно разыграться. Он в последнее время только вторую мапу начал стараться учить, это октагон после био. Но так он как бы может отыгрывать разные мапы хорошо, но все-таки универсальности ему не хватает в геймплее на разных картах. Вот сколько я с ним играю, я ни разу с ним не играл. КБХ 1 на 1. Не знаю почему. КБХ не играл? Ни разу с ним 1 на 1 не играл, что самое удивительное. Хотя мы оба... Оказалось, что вы играли все-таки когда-то КБХ. Ну, КБХ, в принципе. Я считаю, КБХ 1 на 1, ну, как она, не требует думать, конечно, мапа, так же, как и им арена в общем плане. Но обе как именно динамичные, один на один, где нужно очень быстро двигаться, активно, и четко использовать оружие. То в этом плане не очень интересно. А в 2 на 2, конечно же, обе они вообще абсолютно бессмысленны. Полный трэш. Получается. Получается. Любви маленькие карты. Какие? Маленькие. Итак, преимущество всего лишь в один фраг. Да, лимонисты защищены агрессивные, сейчас очень на атаке. Эх, все-таки не смог дотащить просто, но сократил отставание. И это достаточно интересно. О, что это? Так, какая-то сейчас от жары, сейчас страшная жара, на самом деле, все как-то побито. Ох, интересно как-то, что лимбис не убил бочку отбив как-то вообще из рук просто непонятно как. Так, ну и у нас остается 4 минуты, и счет 41-41. Обе команды, мне кажется, как-то играют по отдельности, каждый сам за себя. Это вообще что-то мне не нравится. Хотя иногда со стороны АФК просто они вдвоем зажимают лингвиста, мисфита. И это, блин, хорошая сложность игры. Так, я вот до конца не уверена, насколько хорошо твой звук убираться, потому что я тебя слышу как-то отрывочно, лагуче. Есть подозрение о том, что у нас сейчас проблемы все-таки есть со звуком. Но только не знаю, нам нужно, чтобы кто-нибудь сказал, прокомментировал. То есть, если нас смотрят, слышите по поводу звука и слышности микрофона с обоих сторон. Это да. А то мы тут сейчас с тобой разговариваем, а нас никто не слышит. Это может быть. Смешно. Вполне. Ну, сейчас уж лучше стрим поделать, в принципе, достаточно близко игры. Да, конечно, тут не шибкий уж уровень такой про-игры адской. В общем, я сам бы сейчас ничего бы не показал в этажеру. Абсолютно. Сил просто нету напрягаться хоть чуть-чуть. Так, ох, так, Форест. Дробана все-таки сделал спаункил. Хотя я так, конечно, промазал с арбалета. Непонятно почему. Так, и опять чуть-чуть ФК смогли собраться вдвоем и наладить преимущество. Как мы видим, тут обычно не сбиваются, если получается, разорвать их цепи. Дальше лингвист их по одному встречает. За счет этого до этого в основном снижали отрыв в ДГ. Так, вот, ну, в принципе, активно арбалет используется. Даже вот последние минуты арбалет заменил спам у команды АФК основное оружие. Так, ну, вроде, хэдшот в исполнении. Холи. Так, сейчас АФК пытаюсь понять, пытаюсь мы вдвоем пройти. Так, ладно, диктуй мне звонят. На самом деле АФК что-то очень сильно разыгрались и просто делает какую-то свою игру хорошую, что мне очень нравится. А, ну, нашей команде, команде ВГ, нужно немножко собраться, чтобы сделать что-то за 4 минуты. И что-то стоящее сделать. На самом деле, тут в этой игре очень сильно огнет Нисвитар почему-то, хотя не знаю, если он купил новую мышку, он должен хотя бы хоть немножко шо играть. И лингвист тут делает просто красивейший рикошет, но все равно убивает своего. Ну, лингвист, естественно, проигрывает прев, потому что какой-то напряг был со стороны АФК, и он проигрывает. Ну, это чувак, это спанчик, и убивает. На самом деле, очень много людей, которые на этой карте играют только со спаумом. Я думаю, даже много людей, которые играют со спаумом. Не я один такой. Карта довольно-таки очень, думаю, просто непонятнейшим. Но и игрательная. Видим опять зажим АФК 2 на 1. Это, я думаю, сказывается на том, что несыгранность какая-то со стороны АФК, и, естественно, они не проигрывают. Но я думаю, лингвист сделает свою игру на биохазерке. Так, все, закончилось. В AdCoverence выигрывает команда АФК 58 очков, у команды АФК 44 очка. Ну, да, это, можно сказать, почти вырванная победа в АФК. Что... Очень прям такая сильная волна. 2 на 1 все время. Ну, посмотрим, что будет на био. Не знаю, скорее всего, будет био от мельвиста. Ну, да, вот как я и ожидал. Будет био. Так, нужно чуть-чуть поднастроиться, пока что. Извините за то, что попало это все в экран. Так, мне нужно... Нужно было заранее настраивать. Я как лопух. Это все настраиваю сейчас. Но ничего. Так, это и это убрать. Все. Так. 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 в так первая реста что он будет нам ничего не потому что Сейчас пока что Первый рестарт Так, второй рестарт Мы смотрим за лингвистом Лингвист сразу же поднимает Все спамы, все которые есть И тут у него не получается Сталом убить О, и шарик тут от стороны АфК убивает все-таки Фореста, и Форест не успел Убить Лингвиста Так, опять эти гранаты Опять все, этот спам Опять это все Очень однообразие Я РПГ уже поднял Преф из ФК Тут уже просто летят гранаты Ну, естественно, гранаты лингвисты Всегда какие-то лакерские Так что я не очень люблю, когда играет с ним Ну что я скажу Преимуще всего Один фраг Фраг ВГ Вот заворот РПГ Что стандартно для Карты Биохазарда Ну, естественно, этот ОВН Заворотом РПГ 3-3 Пока что счет сейчас Игра какая-то непонятная Каждый опять же сам За себя играет Это очень-очень Напрягает Ну, да, это спам Лингвист берет Все Костюмчик Конечно же, как уже без него Ну, я думаю, этим шариком Никого не убьет лингвист Потому что Просто какое-то Не нужно было туда ему Ну, это обманчик Но все равно не получается обмануть Ингвиста Рэп из ФК Так, посмотрим Замисвит Потому что же делает наш Нисвит Ну, походу, Замисвит Что-то не получается Не посмотреть Что это Ой, я тут вернулся По телефону Меня созвонили так активно Ну, Айс Рассказывай Мне Не знаю, смотрят ли нас Так хоть мне расскажи Чем закончилось Ну, закончилось Просто выигрышем Просто Вырванной какой-то прям победой Хотя наши, конечно, могли Просто взять и выиграть Но не получилось Победа ФК была Ну, там С небольшим счетом Например Крафтик комментирует Что нас смотрит Интересно Внезапно Достаточно даже Так, так Получается, выиграли ФК Насколько я понял, да? Да Да А ты сказал Вырванная Это значит То, что ВГ проводила Контратаку Пока меня не было Да Но у них ничто не получилось Потому что все время ФК сделали Просто какой-то Немыслимой Мы с Тамарой Ходим парой Ну, естественно Из-за этого выиграл Потому что наша команда Немножко растерянно Играла на КВ Ну, вот так-то вот Ага Да Так, ну и сейчас мы видим Все равно Очень интенсивное начало На Био Где ФК четко Сейчас взяли центр Держит Он очень интенсивное начало От первого Держит РПГ И на зарядке качается Так что посмотрим Надо Лингвисту провести Серьезную Контратаку Но он пока что Иногда Огребает От внезапных Атак Противников Так Вопрос от Котака Да Стримом Ведем Я и Айс Так что Это Все болтает Айс Я до этого Отходил Но сейчас Мы на Био Продолжаем Смотреть С чем же Продолжится Потому что Честно говоря Как неудивительно Я думаю Мы с Айсом Болеем Конечно же За ВГ И меня Не очень пока Водушевляет Активное Начало От АФК И то что Центр Пока что Им принадлежит Абсолютно Так Ну тут Ну надо Синхронный Рашлинг Вист пытается Но тут Мало шансов Пока он сейчас Атаковал Висту Надо было Сразу выйти Но он Где-то ходит Круга И Определенный Невариант В этом плане Сейчас Вот Именно Вот в этом моменте Раш Мне кажется Просто бесполезен Потому что Две Два игрока Из АФК Блин Держат РПГ И Просто Тактика У них Конечно Что превосходит Нашу тактику В смысле Нашей командной Тактику С Магнума Убил Все-таки Шарик Ну АФК Отыгрывает Стандартно Держать Центр Но она Нормально Прерывается Хорошим Рашем Ну Что это За атаки Левисти С Магнума Такие С Магнума На пио Стреляют Со стороны Ну Как бы Так Не выходят Под РПГ Вполне Классические Это Гранаты Это универсальное Оружие Для Раши И всего остального Надо просто Чуть выжатить Щелочку Посмотреть Увидеть Что противник Проскочил Куда-то И швырять Грена Шарики Тоже Собирать Определенно Это У нас Тогда Свои преимущества Ну что ж Преимущество Сократилось Всего лишь До Двух Фрагов Пока что Остается На этом месте Это Чеканка Первая И на РПГ Идет Так Пока что Счет 10-4 4-10 Так Ну все Уже Испортили Красивость Вот Игрыш Туф Так Собоих сторон Просто Закидали Спам В Наша Команда И просто Вырвалось Так Один Это Ох А если я Практически Вообще Разобрать Не могу Что ты Говоришь Если Честно Это Меня Удручает Так Вот Разил Всю Скорость Ох И Ошибка Крупная Достал Арбалет Вместо Гравитушки Еще За Этому Умер Так Ну все Равно Они пока что Держат Серьезное Преимущество В принципе Форест Счет у него Кривой Но Как ни странно Атака Не оба В РПГ Пуф Ну это Дробан Ну реально Мощный Был С такого Расстояния Так На самом деле Даже Рандом Хороший Потому что На таком Расстоянии Если пытаться Идеально Стрелять Редко Тропь Сносит 100 ХП В упор Ты меня Очень плохо Слышишь Хиппи Что? Ты меня Очень плохо Слышишь Мне нужно Ну сейчас Было Получше Но До этого Ты просто Прерывался Достаточно Сильно Я не мог Слова Разобрать Что было Плохо Так Попытался Завернуть Перв Потратил На этом Ракеты Ух Ну и Получил Гранату Отвлекшись Подумав То что Лингвиш Сейчас Атаковать Не будет Так Ну и Опасно Так Ну хорошо Центр Удержали Но все равно Опять фрагов Проигрывают И мне Это не нравится Несу То надо Отыгрывать Четче Все таки Ух И Так Рейтингил Прямо В момент Паузы Опять Форест Тиньки Ну честно Говоря Ну по мне Это Абсолютно Неправильно Позволять Тиньки С оружия Такого Как Магнум И так Далее Ну причем Это Систематически Часто Получается У Фореста Я бывает Тиньки Так Только Я Откинусь В кресло Так Что У меня На экране Просто Модельки Моликусеньки Я со Своим Зрением Не вижу В кого Стреляю Совершенно Мне кажется Это Просто Лакшот И Он Попал В Своей Лакшот Лакшот Но Все равно На камерности Форест Очень много Делал Я считаю Надо над этим Серьезно Поработать Не говоря Уже Просто О имени Движения Других Так Портал Это Достаточно Классическая Вещь На Био Когда Команда Удерживает РПГ Это Дает Обычно Пару секунд Вот Или Возможность Вот так Убить Противника Крафтик Спрашивает Уток Ну какой Уток Ты что Издеваешься Конечно Нет Мы Стримим Через Программу Специальную Что там Кто Утокит Это Вопрос Другой Так Если есть Какие-то Вопросы Лучше Пишите Вличку Мне Или Айсу Что-то Сильно Мутительно Лучше Немали С Голосовыми Вещами Нам Тут И так Хватает Замутов Сними Пока Что Одни Паузы Это Игра Просто Пауза Была Недавно Пауза Чуть Пауза Что это Задиматова И все равно Шесть фрагов Продолжается Преимущество ФК Которое Мне лично Абсолютно Не нравится Лингвист Пытается Прорашить Команду Соперников Но Они Достаточно Хорошо Держат Центр Аккуратно Стараются Не нарываться Но Вот Форест Выскочил Они Врезались И гранат И гранат Это Замечательно С этой жарой Смешные моменты Так Уныло Сонно Комментирую Ух Так Добил Дробаном И Ух И Сразу Прилетела Бочка Да Третья Еще Какая-нибудь Бочки Для Продолжение Банкета Да Или Какой-нибудь Киро Что Пуш Наверняка Ух Так Лингвист Кидал Грены С Обережением Взрыва Но Пожалуй Они были Срава Достаточно Далеко Все-таки Смертельны Берет РПГ И Добивает Ну Вот Первый Как бы Отыгрывает Четко Форест Что-то Ему Пытается Помогать Непонятно Как Ну Неправильно Они Раш Как бы Вскакивают Хуй Не Непонятно Надо Ему Быть Аккуратнее Там Определенно Просто Непонятно Ух Да Еще Продолжаются Небольшие Паузы У Игроков Наверное Непонятно Какие-то Просто Раши От Стороны ВГ И Это Просто Какой-то Бред Непонятно Зачем Выходить С одной Там Гранатой Можно Спаночка Подобрать Нет Да Билл Если Ты Рашишь Там С Гранатой То Это Может Быть Полезным Только Если Реально Вот Сорвалась Одна Атака И ты Знаешь Что Противник Вторую Интенсивную Нет Обьет Ну Реально Выскакивать Так Без уверенности Надо Уже Из Угла Одного Снял Дальше Продолжил Перв Вообще На центре Я не вижу Ни одной Серьезной Атаки На него Последнее Время Смерть Смерть Была Только Когда Вот Вот Так Вот Надо Хотя Я не знаю Насколько Лингвист Серьезно Рассчитывал Так Выйти С Грена Но Если Нормально На биос Послушать Постоять То Так Можно Четко Выходить С Грена И убивать Противника И он Ничего Не сможет С этим Сделать В этот Момент И Те же Шесть Фрагов Шесть Фрагов Заколдованное Число Для нашей Сегодняшней Встречи Очень Оно Было Активное На Кавернсе И Сейчас Мы Видим Загадочное Писло 2 2 1 Такие Эх Ну и Так Не смотреть Вниз Противник Выходит С Грена Снизу Сносит Вниз Всегда Прикрывает Там Часто Ресуется На Био Спам Респов Нормально Но Это Очень Активный Респ Внизу Просто За счет В среднем Команда Доминирует Прикрывать Вернадо Из остановки Тока Ну что это Это Просто Лингвист А так Очень Как непонятно Шесть Фрагов Шесть Фрагов Хух Ну и К счастью Перв Промахивает Ну К счастью Типа Мы болеем За ВГ Так что К счастью Но Остального Все равно Много Ошибок С обоих Второго Вот только Перв Более-менее Когда Отыгрывает Сейчас Игру Хорошо Но Неудачный Тимкил Конечно Абсолютно Словил Бочку Ну и Сразу Откинул Не посмотрев Потому что Это его Союзник Все-таки Впрочем Форест Сам молодец В Который Раз Чуть Не вызвал Тимкил И особо Не славил Бочку Так И у нас Чуть Сокращается За счет Ошибок Фореста Перв Преимущества ВГ Но Не могут Законтролить РПГ И Удерживает Их Перв От РПГ И даже Если Его сносят То все равно Нету Возможности ВГ Вернуться И сразу Забрать РПГ А он Перв Фресл Смой Опять Внизу И Быстро Просто Пробегом Опять РПГ Это Реально Прошло Все Пару Секунд Лингвист Так Успел Вниз Ходить И выйти Из Портала И Погрепсти Абсолютно Тривиально РПГ Он Стоит Перв Просто На Центре Сильно Не Парится Форест Отвлекает И Его Снести Не Проблема Он Пустил РПГ Надо Учесть Это Мягче Сейчас Надо Спокойнее Отыгрывать Такие Вещи Лингвист Лакшот Так Лакшот Да В принципе Если Было Было Пару Шариков Можно Было Лучше Ну Да Крафти О чем Мне Говорить Про Твой Магм Причем Здесь Твой Магм К Нашему Стриму Тем Более Я Давно С тобой Не Играл И Эти Воспоминания Меня Сейчас Не Пугают О том Как Ты Лакерски Попадаешь Изредка Блин Ну Просто Какая Смешная Даже Ошибка Стороны ВГ Когда Лингвист Просто Долго Долго И Упорно Овнял Игрока Команда АФК И тут Хедшот От Мисси До Лингвиста Это Просто Фейл Мне кажется Да Я даже Есть Такое Дело Так Я Не Понял Что Делал Перв Чувство Что Вообще Непонятно Какое Дернуло У него Пошло Стрелять Вообще Непонятно В какую Сторону Так Далее Так Ну Первый Закончился Я Взорвал Грен Ну Форест Вот Вышил Взорвал Грены Что Это За Грены Лингвиста Ну Почему Он Швыряет В руки Сопернику Швыряется Сбоку Сверху Не в руки Сопережение Очень сложно Да Лол Ну Скажите Найкас Грена Поторопиться Не надо В этом Аня Ох Отно Спрашивает СВН Гот Что Мы Поздримем Это Матч Да Есть Такое Дело Вполне Приятненько Так И вот Разница Всего Один Фраг В принципе Я как-то Чуть Освежал Чуть Оживился И Очень Даже Интересно Чем У нас Продолжить Это Так Еще Грена Так Два Фрага Преимущества СПГ Но Мне Не нравится Что Она Очень Слабая Так Какое Было Преимущество На Кавер Севка С С Где То Одиннадцать Двенадцать Фраг Сколько? Одиннадцать Двенадцать Вот так Ну это Я тебе скажу Это они не вырвали Победу Это они Нормально Взяли Вырвали Это Измени Пару Фрагов Вырвали Одиннадцать Двенадцать Фрагов Ну можно Слово Такое Количество Явно Не отыгрывается Если Вообще Вага Смогут Удержать Сейчас Получше Это Дело Так Нужно Инселектуальные Комменты Да Я Комментирую В основном Комментирую Я Что Тебя Смущает Так Ух Граната Арбанет Так Посмотрим Развитие Три Фрага Все равно Три Фрага Преимущества Проходит Так Мух Хотелось Услышать У тебя Более Интеллектуальные Комментарии Вопросы В тему Развития Данного Стрима Вот Так Ну что Сколько У нас Осталось Времени Три Минуты 25 секунд Далее Вообще Непонятно Чем Занимался У Ну Будешь Чуть Хорошее Играть По Комментарии Тебя Не проблема Все хотят Чтобы Комментарии И так Шесть фрагов Опять Шесть фрагов Я не пойму Это число Это Когда-то Фако Делал Видеоролики Шоу Преследовало Число 67 Пизде Это был Такие Наркоманские Абсолютные Видеоролики Может они у него Где-то и валяются На сих пор На ютюбе Вот И Разберемся Со всем этим Так Ну А 69 Точно Число 69 Поправляет Мух Насчет Что же За число Такое Бесило Ух Хэдшот Хороший Это Несвита Вот В принципе Так Хотел посмотреть Как же С движением Несвит Большей части Пешком Ходит Абсолютно И это Надо его Определенно Тренировать Распрыг У него Такой Получается Исредка И очень Энергию Тратит Много Ну Впрочем Срава Главное В халфе А именно Можно Ходить За распрыгой За счет Этого Лучше Целиться И Что-то Даже Отстреливать Ну Понятно Надо Показывать Игру Во всем На высоком Уровне Смотрели Уже На 10 Фрагов Да 10 Фрагов В принципе Я даже Не понял Откуда Они Взялись Ну Да Сейчас Афк Сбили С центра Как бы Нет у них Преимущества С другой Стороны Ваги Не могут Все равно Сами Контроль Получить Серьезный На Этим же Местом Но В такой Сейчас Промежуточной Борьбе Все-таки Увеличивается Немного Преимущества Вэйрю Все свое Энтенсити Упоминает Которые Он Чуть Чуть Умеет Играть И Все Очень Его Типа Любит Вот И у нас 12 фрагов Преимущества Ваги За 25 Секунд До Конца Посмотрим Что же Нас Ждет 13 Фрагов Так Кайс Ты можешь Точно Сказать Сколько Было Преимущества По Фрагам На Прошлой Карте Честно Я Не Помню Что Ты Не Помнишь Я Тебя Ставил Стримить Когда Уходил По Телефону Разговаривать Ты Не Помнишь Как Сокончился Матч Предыдущий Вообще Классно Понимаю Если Там Было Преимущество Ну и то Под конец Там До 10 Где-то Уменьшилось Смотрим Так И время Закончилось Преимущество Насколько Я видел Было Около Дефрагов 13 14 А то Успел Выйти Первый Я до конца Не рассмотрел Точно Какой был Счет Именно В этот момент Продолжение Или нет Так Ну В принципе На этом Именно Это Надо Насколько Заканчивается Может Сейчас Будет Отыгрываться Что-то Немного Другое Посмотрим Может Отыграть Три На Три Мне Сыграть Так На Расслабончике Пока У меня В принципе Стрим Атайс Так что У меня Компьютер Чуть Чуть Хоть Слагобеда Работать Будет Вот Ну Вот Так Вот В принципе Играем Вы заметили Получилось Очень близкое Да Тут Много Ошибок Уровень Невысокий Кардинальный Как бы Первый Чет Отыгрывал Но Это все равно Ничего такого Дьявольского Что Было Безошибочно Такого Определен Не было Ну ладно Я думаю Хиппи Пора закругляться Нам Что ты Думаешь Говорю Пора бы Нам уже Закругляться Если Уже Не будет Третья Карта Я думаю Посмотреть Может Тут еще Три на три Будет Чуть Продолжить Или ты уже Устал Я не знаю Я бы тоже Сейчас Три на три Поиграл Ну я думаю Пора бы Заклонять Наш Ну ладно Давай тогда Сегодня закончим Сегодня очень Сонный Жарко Душный Стрим Да Не думаю Что Был чем-то Уж таким Особо Оригинальным Ну в принципе Это все равно Посмотреть Было приятно Надеюсь Вам послушать Его Стрим Было Поинтереснее Чем просто Допустим В спеках Сидеть Так Ну и Желаю Всем удачи Тогда Айс Отключайся В ближайшие Дни Может В среду Тогда Мы попробуем Поискать Поинтереснее Матчи Поживее Ну ладно Да Клим Удачи Оставляйте Ваши комментарии По качеству Второй стрим Тоже Будет залит На ютуб Кому Будет Интересно Ну не жалко Пусть будут Все Всем пока Всем пока Удачи Субтитры Субтитры